Ну вот, привет народ, я пришла, я наконец-то сходила из магазина и забрала свой заказ. Ну, естественно, знаете, когда снимаешь с карточки определенную сумму денег, потому что знаешь, что тебе нужно забрать заказ, по дороге я решила, что нужно купить Алиске новую щетку для шерсти, и сняла денег чуть больше. В итоге, когда я сходила в магазин и купила не только щетку, но еще кое-какую мелочь, которую сейчас вам покажу, чтобы забрать заказ, мне буквально вот рубль в рубль хватило денег, прям просто фантастика какая-то. Вот, и, в общем, сейчас хочу вам показать, во-первых, то, ради чего я, собственно, все это видео затеяла, то есть те книжки, которые я забрала, во-первых, вот такая вот, как это, кототерапия, такая раскраска, которую я, собственно, вот увидела и я поняла, что именно эту раскраску я должна иметь, она где-то сантиметр толщиной, я еще не смотрела, и тут картинки с двух сторон, то есть с одной стороны листа, и с другой стороны листа. Вот так пролистаю. Вот, они все довольно прикольные, то есть я еще полистаю, посмотрю, может быть, какое-то буду видео отдельно снимать, как я раскрашиваю. Вот, ну, в общем, вот такая вот книжка, я очень довольна, и то, что она стоила где-то около двухсот рублей, то есть она стоила дешевле двухсотен, и я очень довольна, что она толстая, она стоила в пределах двухсот рублей, вот такая, в общем, книжечка. Пока что я довольна, попробую, посмотрим, как пойдет. Так, потом, собственно, то, ради чего я так радовалась, и вообще, вот она, Ирочка Соковых, я полгода, если не больше, охотилась за этой книжкой, пыталась купить ее в реальном времени, то есть, ну, то есть, приехать реально в магазин, увидеть ее на прилавке и купить, но ее не было. Несмотря на то, что живу я в Москве, и, как бы, я здесь родилась и живу, но большой город, казалось бы, тут должны быть книги в продаже, но ее не было. И вот я, как бы, рискнула, заказала через интернет, и вот она, наконец-то, у меня, ура! Вот, и еще увидела, тоже на этом же сайте Озон, увидела вот такой блокнот для счастливой хозяйки, которая все успевает. Вот, тоже пока его не листала, но это, типа, ежедневника, то есть, просто... Ну, я не знаю, буду ли я его заполнять, то есть, вот он. То есть, какие-то советы, таблички, картинки, опять же, с двух сторон, но похоже на обычный ежедневник, только все расчерчено и распланировано так, как сделает дырочка. Вот. Даже есть небольшие иллюстрации, такие, которые можно самим раскрасить. В общем, я безумно довольна, что, наконец-то, у меня эти книжки есть, и, в общем, не зря я их заказала через интернет. Теперь, собственно, что я еще по дороге купила. Во-первых, ну, конечно, не знаю, это в некотором смысле алкогольный напиток, но слабо алкогольный, не знаю, можно ли его вот так показывать. В общем, вот такая вот вещь. Медовуха сударьская. Очень советую. У нас продают в Дикси. Обычно она где-то 117-120 рублей. Сейчас у них идет скидка на эту медовуху. Они уже за 86 или 89 рублей продают. У меня что-то захотелось. Давно я уже не пила ее. Вот. И мы, как бы, обычно, когда идем куда-то на пикник, всегда ее берем. Вот. Но тоже увидели буквально молодым человеком ее недавно в магазине. Решили взять попробовать. И она так понравилась, что мы практически на любую вылазку берем ее с собой. Не обращайте внимание, что камера немножко криво стоит, потому что она стоит на книжках. Я поняла, что сидя снимать за столом будет не очень удобно. У меня опять будет половина лица светиться, половина будет сними. Вот. И, собственно, что я еще по дороге взяла? Я зашла в Фикс, собственно, куда я и шла за листиной щеткой. Вот. Вела такую коробочку. Она не глубокая. Ну, не знаю, 5-6 см, наверное. Сейчас посмотрю. Здесь. А. Ну да, 6 см. 22 на 22 и 6 см высота. Я хотела вообще узенькую, вот такую, в половину. Но там нету маленьких. Потом уже на Кате увидела одну, но она выше, то есть она где-то метров 12, и у нее ручки сбоку прорезаны. Они мне как бы не нужны. Вот. Это я хочу поставить рядом с раковиной, потому что у нас всякие моющие средства, губки, они просто на раковине валяются. Вот. Я хочу как-то облагородить. И вот, чтобы у меня все стояло. Причем был только вот этот вот кислотно-голубой цвет. То есть это даже или бирюзово-голубой. Короче, такое. Только такие. Больше нету. Их было всего, по-моему, 3-4 штуки. Ну, видимо, разобрали. Она довольно забавная такая. Здесь фактура как будто вязаная. Забавная такая. В общем, хочу поставить сюда моющие средства, положить в губки, чтобы это все валялось в одной емкости, а не по всей раковине. Вот. Тоже пока вроде нравится, но посмотрим. Еще сделала вот такие штуки. Раньше как-то не замечала, а тут пару видео посмотрела у других девочек-блогеров. И советуют. Такие вот полотенца, как бы салфетки, из несканного материала, типа вот там пролилось что-то, и сразу вытереть. Попробуем. Как бы салфетки мы все знаем про салфетки. Вот. Потом еще взяла вот такие вот. Я брала похожие. Знаете, такие они в клеточку. Тоненькие в клеточку. Розовые, зеленые, голубые. Они мне совершенно не понравились. Да, они хорошо впитывают, они много забирают в себя влаги, хорошо вытирают, моют поверхность. Но при этом они, так как они много впитывают в себя влаги, выжать ее из-за салфетки довольно сложно. Она постоянно влажная. И где-то в течение там месяца-двух она начинает плесневеть. И от нее несет помоями каким-то, то есть ее просто выкидываешь. Потом, если я найду картинку, я вам покажу, какие, собственно, я... Про что я говорю, говорю. Вот. Взяла вот эти. Здесь написано тоже. Впитывают в 5 раз больше собственного веса. В сухом виде не ломаются, не крошатся. Для многоразового применения быстро высыхают. Ну, вроде как для поверхности. То есть поверхность стола, поверхность плиты, поверхность каких-то фасадов вытирать от влаги. Может быть, после мытья, после уборки, то есть вытереть, чтобы не оставалось капелек, они не засыхали и не пришлось полировать поверхность. В общем, попробую такие штуки. Их здесь 5 штук. Ну, размер где-то 15 на 16. Вот. Ничего не могу пока сказать. Попробую. Потом тоже вот многие рекламируют на Ютубе, часто про это говорят, меламиновая губка. Впервые ее взяла. Вообще не знаю, что это такое. Попробую. То есть, вот. Вот увидела. У нас ее раньше не было, несмотря на то, что город большой. Опять же, повторюсь, Москва. И фикс-прайсов по всей Москве очень много. Но в нашем фикс-прайсе я такой губки не видела раньше. Это первое. И вот там, не знаю, правда, от чего это зависит. Может быть, ароматизатор у нее какой-то. Но упаковки все разного цвета. Я взяла зеленую. Там была синяя, розовая, оранжевая, желтая. Я взяла зеленую. Не знаю, может быть, это зависит от... Ну, то есть, какой-то ароматизатор тут, не знаю, с ромашкой. Но это ничего не написано, посмотрим. Потом дела я вот такое вот увидела. У нас как бы в семье, это проблема семейная. Не важно, как часто ты моешься, как часто пользуешься пензой и там всякими кремами. Пяточки шелушатся просто ужас. Особенно в зимний период времени. И вот, стила попробовать. Тут прям супер-пупер что-то написано. С алантоином и витамином С. Ну, тоже попробую как бы вот до и после на картинке. Действительно оно так или нет? Или это опять рекламный ход? Так, собственно, то, ради чего я пошла. Вот такая щетка. Я подумала, это вот синенькая, но не смотрите, что может быть видно, что тут царапины. И вот она тут отбирается. Эта пленка сверху, сама штука металлическая. Поэтому ее как бы заклеили, чтобы она не царапалась. Я подумала, что мне в дом-магазине покупать эту штуку за 250-300 рублей, если можно в экспрессе за 50 купить. В общем, такая же штучка попробую. Так у нее телеконовая такая, знаете, варежка, вот руку вставляешь и гладишь, гладишь. Ну, ей нравится, но этого не хватает, потому что у нее сейчас прям вот с весны, наверное, активно выпадает шерсть. И вся эта шерсть, она ей мешает, она чешется, она трется во всем. Вот. Еще, значит, тела, ну, просто соблазнилась, короче, в такие красивые магнитики под какой-то ретро шейби-шик такой. Они тяжелые, я думаю, что это керамика. Вот, один с маками, другой вирань или роза, розы, похоже. Вот, в общем, да, написано, винтажные магниты. Еще я пока не выбрала, какой, один оставлю себе, один в подарок. Вот. И еще, собственно, тоже увидела, то есть я покупала в другом месте совсем другую. Вот такая подставочка, подложечку, это не Fixed Price, это новая какая-то компания, то есть вот раньше берешь какой-то товар, и было прям написано, ну, Best Price, то есть это производство Best Price. А здесь написано Tandem Plus, то есть это совсем другая компания. Вот, и именно вот производитель Tandem Plus уже к, собственно, Fixed Price никакого отношения, только торгуют ими. Вот, это тоже в подарок, там были зеленые и какие-то такого цвета детской неожиданности. Но я подумала, что... А, еще синие. Я подумала, что оранжевый, он как-то веселенький такой, по-летнему, апельсиновый. В общем, это в подарок. Когда я забирала книжки, еще такое отступление, когда я забирала книжки, мне дали в City Link вот такой вот листик, ну, типа рекламка. Здесь, типа, выиграй два билета на концерт без крыши. Значит, такое, но я напишу, потому что мне это, в принципе, не нужно. Но я напишу условия под видео, так что, если интересно, проходите. И еще в City Link я никогда не заказывала и как-то не сталкивалась с этим. Мне подарили, вот, первый раз, я к ним пришла, мне подарили пластиковую карту. И здесь нужно зарегистрировать ее на сайте, зарегистрировать самой, зарегистрировать карту. И автоматом получаешь 190 бонусов на эту карту. И бонусы можно потратить на следующую покупку. Один бонус равен 1 рублю. В принципе, довольно прикольно, можно что-то недорогое посмотреть. Там все же наушники за 200 рублей, купить их за 10. Вот, в общем, вот такие вот приятные маленькие подарочки. Вот. Ну, как бы вот так вот. Я, наконец, рада, что получила эти книжки. И с краской я попробую, наконец-то. Потому что очень хотела давно попробовать раскраску, но как-то боялась или стеснялась, как это так. Я человек художественный, буду раскраски раскрашивать. Что я сама не могу нарисовать. Вот. Ну, попробую, посмотрим. Книжечкам очень рада. Обязательно все прочитаю. Прям очень хочется. Давно прям ждала эту книжку. Ирина Скалы. И, наконец-то, она у меня. Вот. И, в общем, вот так вот буду рисовать, буду читать. Увидимся в следующих видео. Если интересно, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Обязательно будет много интересных видео впереди. Я надеюсь, что настрою свою... Вернее, не настрою. Устраню свою проблему с компьютером. И буду нормальные видео добавлять. Так что... Все будет супер. Пока. До новых видео. Вернее, народ. Сейчас небольшой такой обзорчик. Дополнение к вчерашнему обзору на покупке. Еще тоже сошла фикс-прайк. Забыла взять в тот раз. Вот такую точилку для ножей. Кстати, она подходит для ножниц. Но, естественно, вы портновские ножницы на ней не заточите. Но обычные для бумаги вполне можно. Это я тоже брала в подарок. Вот. Я себе брала такой же. Но в другом магазине. Не знаю. Видно здесь название есть. Эльмих. На нем написано. Я брала в обычном хозяйственном. Рядом с домом. И он стоил, конечно, подороже. Он стоил в районе 300 рублей. Но я им просто очень довольна. Им. Ею. С точилкой. Здесь есть камешек. Но я камешком не пользуюсь. Только вот этими колесиками. Ножи точат. Просто извинительно. И ножами потом можно пользоваться более трех месяцев. Чтобы потом снова точить. Вот. Потому что камнями точить как-то не очень удобно. Ну и как-то эстетики хочется. Вот. Поэтому я взяла вот такой в подарок. В фикс прайсе. Не знаю, будет ли он таким же или другим. Будут ли такие же ощущения в нем. Как бы по качеству. Я его распакую. Попробую. И напишу вам. Ну, наверное, в такую вставочку тексту ставлю в видео. Вот. Как он работает. Работает. Точит или нет. Вот здесь на картинке нарисовано сверху, что можно точить ножницы. Вот. Так он написан, что многофункциональный для заточки ножей и ножниц. Вот. Собственно, фикс прайс. Ну, я попробую. Я напишу. И еще там же просто увидела. Пошла персонально за этой точилкой. Еще увидела вот такие вот штучки. Это для умывания. Большая щеточка для лица массажная. И маленькая для носа. Ну, знаете, мне кажется, удобно будет, если... Когда наносишь скраб. Потому что руками... Хотя, не знаю, может быть, попробую. Скраб, он может забиваться между ворсиками. Там же вот эти вот маленькие частицы. Там орешков или косточек. Или чего-то такого. Они могут забиваться. Ну, тоже попробую. Я такого не видела раньше. У меня много всяких тоже штучек есть для ухода за лицом и прочее. Попробую. Посмотрим. Вот. И на этом все. Такие маленькие покупки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.